Полковник Шреддер ценил его как полковую достопримечательность. Действительно, какая офицерская кухня могла бы похвалиться поваром-оккультистом, который, заглядывая в тайны жизни и смерти, удивлял всех таким филе в сметане или рагу, что смертельно раненый под Комаровым подпоручик Дуфик все время звал Юрейду? — Да, — сказал ни с того ни с сего, еле державшийся на стуле Юрейда. От него на десять шагов разил Ромом. Когда сегодня не хватило на господина полковника, и когда он увидел, что осталась только тушеная картошка, он впал в состояние гаки. — Знаете, что такое гаки? — Это состояние голодных духов. И вот тогда я ему сказал, обладаете ли вы достаточной силой, господин полковник, чтобы устоять перед роковым предначертанием судьбы, а именно выдержать то, что на вашу долю не хватило телячей почки. — В карме предопределено, чтобы вы, господин полковник, сегодня на ужин получили божественный омлет с рубленой тушеной телячьей печенкой. Карма — буддийское учение о предопределении. — Милый друг! — после небольшой паузы обратился он в полголоса к старшему писарю, сделав при этом непроизвольный жест рукой и опрокинув все стоявшие перед ним на столе стаканы. — Существует небытие всех явлений, форм и вещей, — мрачно произнес после всего содеянного повар-оккультист. — Форма есть небытие, а небытие есть форма. Небытие неотделимо от формы, форма неотделимо от небытия. То, что является небытием, является и формой. То, что есть форма, есть небытие. Повар-оккультист погрузился в молчание, подпер рукой голову и стал созерцать мокрый, облитый вином стол. Штабной писарь продолжал мычать что-то, не имевшее ни начала, ни конца. В таком настроении он получил приглашение и пошел к ней. — Праздник троицы бывает весной. Хлеб исчез с полей, исчез. Старший писарь Ванек продолжал барабанить по стулу, пил и время от времени вспоминал, что у продовольственного склада его ждут десять солдат во главе со взводным. При этом в воспоминании он улыбался и махал рукой. Вернувшись поздно в канцелярию одиннадцатой маршевой роты, он нашел швейка у телефона. — Форма есть небытие, а небытие есть форма, — произнес он с трудом, завалился одетый на койку и сразу уснул. Швейк неотлучно сидел у телефона, так как два часа назад поручик Лукаш по телефону сообщил ему, что он все еще на совещании у господина полковника, но сказать, что швейк может отойти от телефона, забыл. Потом со швейком по телефону говорил взводный Фукс, который вместе с десятью рядовыми напрасно все это время ждал старшего писаря и только теперь разглядел, что склад заперт. Наконец Фукс ушел куда-то, и десять рядовых один за другим вернулись в свой барак. Время от времени швейк развлекался тем, что снимал телефонную трубку и слушал. Телефон был новейшей системы, недавно введенной в армии, и обладал тем преимуществом, что можно было вполне отчетливо слышать чужие телефонные разговоры по всей линии. А босс переругивался с артиллерийскими казармами, саперы угрожали военной почте, полигон ругал пулеметную команду. А швейк, не вставая, все сидел, да сидел у телефона. Совещание у полковника продолжалось. Полковник Шредер развивал новейшую теорию полевой службы и особенно подчеркивал значение гранатометчиков. Перескакивая с пятого на десятое, он говорил о расположении фронта два месяца тому назад на юге и на востоке, о важности тесной связи между отдельными частями, об удушливых газах, о стрельбе по неприятельским аэропланам, о снабжении солдат на фронте и потом перешел к внутренним взаимоотношениям в армии. Он разговорился об отношении офицеров к нижним чинам, нижних чинов к унтер-офицерам, о перебежчиках во вражеский стан, о политических событиях и о том, что 50% чешских солдат политически неблагонадежны. — Да, господа Краморш, Шейнер и Клофач. — Краморш, Шейнер и Клофач — чешские политические деятели буржуазных партий. Офицеры в своем большинстве во время доклада думали о том, когда, наконец, старый пустомеле перестанет нести эту билиберду, но полковник продолжал городить всякий вздор о новых задачах, новых маршевых батальонов, опавших в бою офицерах полка, о цепелиных, проволочных заграждениях, присяге. Тут поручик Лукаш вспомнил, что в то время, когда весь маршевый батальон присягал, бравый солдат Шейнер к присяге приведен не был, так как в те дни сидел в дивизионном суде. При этом в воспоминании он вдруг рассмеялся. Это было что-то вроде истерического смеха, которым он заразил несколько офицеров, сидевших рядом. Его смех привлек внимание полковника, только что заговорившего об опыте, приобретенном при отступлении германских армий в Орденнах. Смешав все это в одну кучу, полковник закончил. Господа, здесь нет ничего смешного. Потом все отправились в офицерское собрание, так как полковника Шредера вызвал к телефону штаб бригады. Швейк дремал у телефона, когда вдруг его разбудил звонок. — Алло! — послышалось в телефоне. — У телефона полковая канцелярия. — Алло! — ответил Швейк. — Здесь канцелярия 11-й роты. — Не задерживай! — послышался голос. — Возьми карандаш и пиши. Прими телефонограмму 11-й маршевой роте. Затем последовали одна за другой какие-то странные фразы, так как одновременно говорили 12-я и 13-я маршевые роты, и телефонограмма совершенно растворилась в этом хаосе звуков. Швейк не мог понять ни слова. Наконец, все утихло, и Швейк разобрал. — Алло! Алло! — Повтори и не задерживай! — Что повторить? — Что повторить, дубина? — Телефонограмму! — Какую телефонограмму? — Черт побери! — Глухой ты, что ли! — Телефонограмму, которую я продиктовал тебе, балбес! — Я ничего не слышал. Здесь еще кто-то вмешивался в наш разговор. — Осел ты и больше ничего. Ты что думаешь, я с тобой валять дурака буду? — Примешь ты телефонограмму или нет? — Есть у тебя карандаш и бумага? — Что? — Нет? — Скотина! — Мне ждать, пока ты найдешь? — Ну и солдаты пошли. — Ну так как же? — Может, ты еще не подготовился? — Ну, наконец-то, раскачался. — Так слушай, одиннадцатой маршевой роте. Повтори. — Одиннадцатой маршевой роте. — Ротному командиру. — Есть? — Повтори. — Ротному командиру. — Завтра утром на совещание. — Готов? — Повтори. — Завтра утром на совещание. — В девять часов. — Подпись. — Понимаешь, что такое подпись, обезьяна? — Это подпись. — Повтори это. — Это подпись. — Понимаешь, что такое подпись, обезьяна? — Это подпись. — Дурак. — Подпись. — Полковник Шредер Скотина. — Есть? — Повтори. — Полковник Шредер Скотина. — Ну, наконец-то, дубина. — Кто принял телефонограмму? — Я. — Кто это? — Я. — Швейк. — Что еще? — Слава богу, больше ничего. — Тебя надо бы назвать осел. — Что у вас там нового? — Ничего нет. Все по-старому. — Тебе, небось, все нравится? — Говорят, у вас сегодня кого-то привязывали? — Да, всего-навсего денщика, господин обер-лейтенанта. Он у него обед слопал. — Не знаешь, когда мы едем? — Это, брат, вопрос. Старик, и тот этого не знает. Спокойной ночи. — Блох у вас там много? — Швейк положил трубку и принялся обудить старшего писаря Ванека, который отчаянно сопротивлялся. Когда же Швейк начал его трясти, писарь заехал ему в нос, потом перевернулся на живот и стал брыкаться. Все-таки Швейку удалось его разбудить, и писарь, протирая глаза, повернулся к нему лицом и испуганно спросил. — Ничего случилось? — Ничего особенного, — ответил Швейк. — Я хотел с вами посоветоваться. Только что мы получили телефонограмму. Завтра в девять часов господин обер-лейтенант Лукаш должен явиться на совещание господину полковнику. Я не знаю, как мне поступить. Должен ли я пойти передать это сейчас, немедленно, или завтра утром? Я долго колебался. Стоит ли мне вас будить или не стоит, ведь вы так славно храпели, а потом решил, куда не шло. Ум хорошо, два лучше. — Ради бога, прошу вас, не мешайте спать! — завопил Ванек, зевая во весь рот. — Отправляйтесь туда утром и не будите меня! Он повернулся на бок и тотчас заснул. Швейк опять сел около телефона и, положив голову на стол, задремал. Его разбудил телефонный звонок. — Алло, одиннадцатая маршевая рота? — Да, одиннадцатая маршевая рота. — Кто там? — Тринадцатая маршевая рота. — Алло! — Который час? Я никак не могу созвониться с телефонной станции. Что-то долго не идут меня сменить. — У нас часы стоят. — Значит, как и у нас. — Не знаешь, когда трогаемся? — Ты не говорил с полковой канцелярией? — Там ни хрена не знают, как и мы. — Не грубите, барышня. Вы уже получили консервы? — От нас туда ходили и ничего не принесли. Склад был закрыт. Наш тоже пришли с пустыми руками. Зря только панику подымают. — Как думаешь, куда мы поедем? — В Россию. — А я думаю, что скорее в Сербию. — Посмотрим, когда будем в Будапешт. — Если нас повезут направо, так Сербия, а налево — Россия. — У вас уже есть вещевые мешки? — Говорят, жалование повысит. — А ты играешь в трелистика? — Играешь. — Так приходи завтра. Мы наяриваем каждый вечер. — Сколько вас сидит у телефона? — Один. — Так наплюй на все и ступай дрыхать. — Странные у вас порядки. — Ты, небось, попал как кур в ощи. — Ну, наконец-то меня пришли сменять. Дрыхни на здоровье. Швейка в самом деле сладко уснул у телефона, забыв повесить трубку, так что никто не мог потревожить его сна. А телефонист в полковой канцелярии всю ночь чертыхался. Ему никак не удавалось дозвониться до 11-й маршевой роты и передать новую телефонограмму о том, что завтра до 12 часов дня в полковую канцелярию должен быть представлен список солдат, которым еще не сделана противотифозная прививка. Поручик Лукаш все еще сидел в офицерском собрании с военным врачом-шанцлером, который, усевшись верхом на стул, размеренно стучал бильярдным кием об пол и произносил при этом следующие фразы. Сарацинский султан Салах-эд-Дин I признал нейтральность санитарного персонала. Следует подавать помощь раненым вне зависимости от того, к какому лагерю они принадлежат. Каждая сторона должна покрыть расходы на лекарства и лечение другой стороне. Следует разрешить посылать врачей и фельдшеров с генеральскими удостоверениями для оказания помощи раненым врагам. Точно так же попавших в плен раненых следует под охраной и поручительством генералов отсылать назад или же обменивать. Потом они могут продолжать службу в строю. Больных с обеих сторон не разрешается ни брать в плен, ни убивать, их следует отправлять в безопасные места, в госпиталь. Разрешается оставить при них стражу, которая, как и больные, должна вернуться с генеральскими удостоверениями. Все это распространяется и на фронтовых священнослужителей, на врачей, хирургов, аптекарей, фельдшеров, санитаров и других лиц, обслуживающих больных. Все они не могут быть взяты в плен, но тем же самым порядком должны быть посланы обратно. Доктор-шанцлер уже сломал при этом два Акия и все еще не закончил своей странной лекции об охране раненых на войне, постоянно впутывая в свою речь какие-то непонятные генеральские удостоверения. Поручик Лукаш допил свой черный кофе и пошел домой, где нашел бородатого великана Баллоуна, который в это время поджаривал в котелке колбасу на его спиртовке. — Я осмелился, — заикаясь, — сказал Баллоун. — Я позволил себе, — осмелюсь доложить. Лукаш с любопытством посмотрел на него. В этот момент Баллоун показался ему большим ребенком, наивным созданием, и поручик Лукаш пожалел, что приказал привязать его за неутолимый аппетит. — Жарь, жарь, — Баллоун, — сказал он, отстегивая саблю. — С завтрашнего дня я прикажу выписывать для тебя лишнюю порцию хлеба. Поручик сел к столу, и вдруг ему захотелось написать сентиментальное письмо своей тете. — Милая тетушка, только что получил приказ подготовиться к отъезду на фронт со своей маршевой ротой. — Может, это письмо будет последним моим письмом к тебе? Повсюду идут жестокие бои, наши потери велики, и мне трудно закончить это письмо словами «до свидания». Правильнее написать. Прощай. — Докончу завтра утром, — подумал поручик Лукаш, и пошел спать. Увидев, что поручик Лукаш крепко уснул, Баллоун опять начал шнырять и шарить по квартире, как тараканы ночи. Он открыл чемоданчик поручика и откусил кусок шоколаду. И вдруг Баллоун испугался. Поручик зашевелился во сне, быстро положил надкусанный шоколад в чемоданчик и притих. Потом тихонько пошел посмотреть, что написал поручик. Прочел и был тронут, особенно словом «прощай». Он лег на свой соломенный матрас у дверей и вспомнил родной дом и дни, когда резали свиней. Баллоун никак не мог отогнать от себя ту незабываемую яркую картину, как он прокалывает тлаченку, чтобы из нее вышел воздух, иначе во время варки она лопнет. Тлаченко — род колбасы. При воспоминании о том, как у соседей однажды лопнула и развалилась целая колбаса, он уснул беспокойным сном. Ему приснилось, что он позвал к себе неумелого колбасника, который до того плохо набивал ливерные колбасы, что они тут же лопались. Потом оказалось, что мясник забыл сделать кровяную колбасу. Пропала буженина, и для ливерных колбас не хватало лучинок. Потом ему приснился полевой суд, будто его поймали, когда он крал из походной кухни кусок мяса. Наконец он увидел себя повешенным на липе в аллее военного лагеря в Бруке-на-Лейте. Швейк проснулся вместе с пробуждающимся солнышком, которое взошло в благоухание сгущённого кофе, доносившимся изо всех ротных кухонь. Он машинально, как будто только что кончил разговаривать по телефону, повесил трубку и совершил по канцелярии утренний мацион. При этом он пел. Начал он сразу с середины песни о том, как солдат переодевается девицей и идёт к своей возлюбленной на мельницу, а мельник кладёт его спать к своей дочери, но прежде кричит мельничхе «Подавай, старуха, кашу, да поподчий гостью нашу!» Мельничха кормит нахального парня, а потом начинается семейная трагедия. Утром мельник встал чуть свет, на дверях прочёл куплет, потеряла в эту ночь честь девичью ваша дочь. Швейк пропел конец так громко, что вся канцелярия ожила. Старший писарь Ванек проснулся и спросил, «Который час?» «Только что играли утреннюю зорю». «Встану уж после кофе», — решил Ванек. Торопиться было не в его правилах. «И без того опять начнут приставать и гонять понапрасну, как вчера с этими консервами». Ванек зевнул и спросил, «Не наболтал ли я лишнего, когда вернулся домой?» «Так, кое-что не впопад», — сказал Швейк. «Вы всё время рассуждали сами с собой о каких-то формах. Мол, форма не есть форма, а то, что есть не форма, есть форма, а та форма опять не есть форма. Но это вас быстро утомило, и вы сразу захрапели, словно пила в работе». Швейк замолчал, дошел до двери, опять повернулся к койке старшего писаря, остановился и начал. «Что касается меня лично, господин старший писарь, то, когда я услышал, что вы говорите об этих формах, я вспомнил о фонарщике Затке. Он служил на газовой станции на летнем, в обязанности его входило зажигать и тушить фонари. Просвещенный был человек. Он ходил по разным ночным кабачкам на летнем, ведь от зажигания до гашения фонарей времени хватает. Утром на газовой станции он вел точь в точь такие же разговоры, как, например, вы вчера, только говорил он так. «Эти кости для играния, потому что на них вижу ребра и грани я». Я это собственными ушами слышал, когда один пьяный полицейский по ошибке привел меня за несублюдение чистоты на улице вместо полицейского комиссариата на газовую станцию. «В конце концов, — добавил Швейк тихо, — Затка этот кончил очень плохо. Он вступил в конгрегацию Святой Марии, ходил с небесными козами на проповеди Паттера Емельки к Святому Игнатию на Карлову площадь, и, когда к Святому Игнатию приехали миссионеры, забыл погасить все газовые фонари в своем районе, так что там беспрерывно три дня и три ночи горел газ на улицах. Беда, — продолжал Швейк, — когда человек вдруг примется философствовать. Это всегда пахнет белой горячкой. Несколько лет тому назад к нам из 75-го полка перевели майора Блюгера. Тот, бывало, раз в месяц соберет нас, выстроит в каре и начнет вместе с нами философствовать. Что такое офицерское звание? Он ничего, кроме славянки, не пил. — Каждый офицер, — солдаты, — разъяснял он нам на казарменном дворе, — сами по себе является совершеннейшим существом, которое наделено умом в сто раз большим, чем вы все вместе взятые. Вы не можете представить себе ничего более совершенного, чем офицер, даже если будете размышлять над этим всю жизнь. Каждый офицер есть существо, необходимое, в то время как вы — рядовые, случайный элемент. Ваше существование допустимо, но необязательно. Если бы дело дошло до войны, и вы пали бы за государя-императора, — прекрасно. От этого немногое бы изменилось, но если бы первым пал ваш офицер, тогда бы вы почувствовали, в какой степени вы от него зависите и сколь велика ваша потеря. Офицер должен существовать, и вы своим существованием обязаны только господам офицерам. Вы от них происходите. Вы без них не обойдетесь. Вы без начальства и пернуть не можете. Офицер для вас, солдаты, — закон нравственности. Все равно понимаете вы это или нет. А так как каждый закон должен иметь своего законодателя, то таким для вас, солдаты, является только офицер, которому вы себя чувствуете и должны чувствовать обязанными во всем, и каждое без исключения его приказание должно вами исполняться, независимо от того, нравится это вам или нет. А однажды, после того, как майор Блюгер закончил свою речь, он стал обходить каре и спрашивать одного за другим. Что ты чувствуешь, когда хватишь лишнего? Ну, ему отвечали как-то нескладно, дескать, или еще никогда до этого не доходило, или всякий раз, как хватишь лишнего, начинает тошнить, а один даже сразу почувствовал, что останется без отпуска. Майор Блюгер тут же приказал отвезти всех в сторону, чтобы они после обеда на дворе поупражнялись в вольной гимнастике в наказании за то, что не умеют выразить то, что они чувствуют. Ожидая своей очереди, я вспомнил, о чем он распространялся в последний раз, и когда майор подошел ко мне, я совершенно спокойно ему ответил. Осмелюсь доложить, господин майор, когда я хвачу лишнее, то всегда чувствую внутри какое-то беспокойство, страх и угрызение совести. А когда я вовремя возвращаюсь из отпуска в казармы, мною овладевает блаженный покой и лезет внутреннее удовлетворение. Все кругом расхохотались, а майор Блюгер заорал, — По тебе, балда, клопы только лезут, когда ты дрыхнешь на койке. Он еще острит, сукин сын. И вкатил мне шпангли. Мое почтение. — На военной службе иначе нельзя, — сказал старший писарь, лениво потягиваясь на своей койке. — Это уж так истори ведется. Как ни ответь, как ни сделай, всегда над тобой тучи, и в тебя мечут гром и молнии. Без этого нет дисциплины. — Правильно сказано, — заявил Швейк. — Никогда не забуду, как посадили рекрута Пеха. Ротным командиром был у нас лейтенант Моц. Вот собрал он рекрутов и спрашивает, кто откуда. — Ну, первонаперво, желтороты, — обратился он к ним. — Вы должны научиться отвечать коротко и ясно, точно кнутом щелкать. Итак, начнем. — Откуда вы, Пех? Пех был интеллигентный малый и ответил так. Нижний Боус, 267 домов, 1936 чешских обывателей, округ Ичин, волость Соботка, бывшая вотчина Кост, приходская церковь Святой Екатерины, построенная в XIV столетии и реставрированная графом Вацлавом Братиславом Нетолицким, школа, почта, телеграф, станция чешской товарной линии, сахарный завод, мельница, лесопилка, хутор Вальха, 6 ярмарок в году. Лейтенант Моц кинулся на него и стал бить его по морде, приговаривая, — Вот тебе первая ярмарка, вот тебе другая, третья, четвертая, пятая, шестая. А Пех, хоть и был рекрут, потребовал, чтобы его допустили на батальонный рапорт. В канцелярии была тогда развеселая шатия, ну и написали они там, что он направляется на батальонный рапорт по поводу ежегодных ярмарок в Нижнем Боусове. Командиром батальона был тогда майор Рогель. — Итак, в чем дело? — спросил он Пеха, и тот выпалил. — Осмелюсь доложить, господин майор, в Нижнем Боусове шесть ярмарок в году. — Ну, здесь майор Рогель на него заорал, затопал ногами и немедленно приказал отвезти в военный госпиталь в отделение для сумасшедших. С той поры стал из Пеха самый, что ни на есть, последний солдат. Не солдат, а одно наказание. — Солдата воспитать дело нелегкое, — сказал зевая старший писарь Ванек. — Солдат, который ни разу не был наказан на военной службе, не солдат. Это, может, в мирное время так было, что солдат, отбывший свою службу без единого наказания, потом имел всякие преимущества на гражданке, и теперь как раз наоборот. Самые плохие солдаты, которые в мирное время не выходили из-под ареста, на войне оказались самыми лучшими. Помню я рядового из восьмой маршевой роты Сильвануса. У того бывало, что ни день, то наказание. Да какие наказания! Не стыдился украсть у товарища последний крейцер. А когда попал в бой, так первый перерезал проволочные заграждения, троих взял в плен, и одного тут же по дороге застрелил. Дескать, он не внушал мне доверия. Он получил большую серебряную медаль, нашили ему две звездочки, и если бы потом его не повесили у Дукельского перевала, он давно бы уже ходил во взводных. А не повесить его после боя никак нельзя было. Ну, раз вызвался он идти на рекогницировку, а патруль другого полка застиг его за обшариванием трупов. Нашли у него часов, штук восемь, и много колец. Повесили у штаба бригады. Из этого видно, глубокомысленно заметил Швейк, что каждый солдат сам должен завоевывать себе положение. Раздался телефонный звонок. Старший писарь подошел к телефону. Можно было разобрать голос поручика Лукаша, который спрашивал, что с консервами. Было слышно, как он давал нагоняй. — Но правда же их нет, господин оберлейтенант, — кричал в телефон Ванек. — Откуда им там взяться? Это только фантазия интенданства. Совсем напрасно было посылать туда людей. Я хотел вам телефонировать. — Я был в Кантине? — Кто сказал? — Повар-оккультист из офицерской кухни? — Ну, действительно, я позволил себе туда зайти. — Знаете, господин оберлейтенант, как назвал этот самый оккультист всю панику с консервами? — Ужас нерожденного. — Никак нет, господин оберлейтенант, я совершенно трез. — Что делает Швейк? — Он здесь. — Пригажете его позвать? — Швейк, к телефону! — крикнул старший писарь и шепотом добавил. — Если вас спросят, в каком виде я вернулся, скажите, что в полном порядке. — Швейк у телефона. — Осмелюсь доложить, господин оберлейтенант, у телефона Швейк. — Послушайте, Швейк, как обстоит дело с консервами? Все в порядке? — Их нет, господин оберлейтенант, ни слуху, ни духу. — Я хотел бы, Швейк, чтобы вы, пока мы в лагере, по утрам всегда являлись ко мне с рапортом, а когда поедем, неотлучно будете находиться при мне. — Что вы делали ночью? — Неотлучно сидел у телефона. — Были какие-нибудь новости? — Были, господин оберлейтенант. — Швейк, не валяйте опять дурака. — Сообщали что-нибудь важное, срочное? — Так точно, господин оберлейтенант, но только к девяти часам. — Что же вы сразу мне об этом не доложили? — Не хотел вас беспокоить, господин оберлейтенант? — Не смел об этом и помыслить? — Ну так говорите же, черт вас дери, что предстоит в девять часов? — Телефонограмма, господин оберлейтенант. — Я вас не понимаю. — Я это записал, господин оберлейтенант. — Примите телефонограмму. — Кто у телефона? — Есть? Читай. Или еще что-то в этом роде. — Черт вас побери, Швейк. — Мука мне с вами. Передайте мне содержание, или я вас так тресну, что... — Ну, опять какое-то совещание, господин оберлейтенант. Сегодня в девять часов утра у господина полковника. Хотел вас разбудить ночью, но потом раздумал. — Еще бы вы осмелились будить меня ночью из-за всякой ерунды. На это и утром времени достаточно. — Опять совещание, черт их дери всех. — Опустите трубку. — Позовите к телефону Ванека. — Старший писарь Ванек у телефона. — Старший писарь Фельдфебель Ванек, господин оберлейтенант. — Ванек, немедленно найдите мне другого денщика. Этот подлец Балаун за ночь сожрал у меня весь шоколад. — Привязать? — Нет. — Отдадим его в санитары. — Детина, касая сажень в плечах, пусть таскает раненых с поля сражения. — Сейчас же и пошлю его к вам. Устройте все это в полковой канцелярии немедленно и тотчас же возвращайтесь в роту. — Как, по-вашему, скоро мы тронемся? — Торопиться некуда, господин оберлейтенант. — Когда мы отправлялись с девятой маршевой ротой, нас целых четыре дня водили за нос. С восьмой — то же самое. Только с десятой дела обстояли лучше. Мы были в полной боевой готовности, в двенадцать часов получили приказ, а вечером уже ехали. Но зато потом нас гоняли по всей Венгрии и не знали, какую дыру на каком фронте заткнуть нами. С тех пор, как поручик Лукаш стал командиром одиннадцатой маршевой роты, он находился в состоянии, называемом синкретизмом, по имени той философской системы, которая старалась примирить противоречия понятий путем компромисса, доходящего до смешения противоположных взглядов. А поэтому он ответил. — Да, может быть, это и так. По-вашему, мы сегодня не тронемся. В девять часов совещания у полковника. Да, кстати, знаете о том, что вы дежурный? Я только так. Составьте мне... Подождите. Что бишь должны вы мне составить? А, список унтер-офицеров с указанием, с какого времени каждый из них служит. Потом провиант для роты. Национальность? Да-да, и национальность. А главное, пришлите мне нового денщика. Что сегодня прапорщику Плешнеру делать с командой? Подготовиться к отправке. Счета приду подписать после обеда. В город никого не отпускайте. В контину, в лагерь? После обеда, на час. Позовите сюда Швейка. Швейк, вы пока останетесь у телефона. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я еще не пил кофе. Так принесите кофе и останьтесь в канцелярии у телефона, пока я вас не позову. — Знаете, что такое ординарец? — Это тот, кто на побегушках, господин обер-лейтенант. Итак, чтобы вы были на месте, когда я вам позвоню. Напомните еще раз Ванеку, чтобы нашел для меня какого-нибудь денщика Швейк. Алло, Швейк, где вы? — Здесь, господин обер-лейтенант. Мне только что принесли кофе. — Швейк, алло! — Я слушаю, господин обер-лейтенант. Кофе совсем холодный. — Вы, Швейк, хорошо знаете, что такое денщик. Поговорите с ним, а потом скажите мне, что он собой представляет. Повесьте трубку. Ванек, прихлебывая черный кофе, в который подлил рома из бутылки с надписью «Чернила», сделанной из предосторожности, посмотрел на Швейка и сказал. — Наш обер-лейтенант так кричит в телефон, что я разобрал каждое слово. — По всему, видать, вы близко знакомы с господином обер-лейтенантом Швейк. — Я? Я его правая рука. — А рука руку моет. — Попадали мы с ним в переделки. Сколько раз нас хотели разлучить, а мы опять сходились. Он на меня во всем полагается. Сколько раз я сам этому удивлялся. — Вот вы только что слышали, как он сказал, чтобы я вам еще раз напомнил о том, что вы должны ему найти нового денщика, и я должен поговорить с ним и дать о нем отзыв. Господину обер-лейтенанту не каждый денщик угодит. Господин полковник Шреддер вызвал на совещание всех офицеров маршевого батальона. Он ждал этого совещания с нетерпением, чтобы иметь возможность высказаться. Кроме того, надо было принять какое-нибудь решение по делу вольно определяющегося Марека, который отказался чистить отхожие места и как бунтовщик был послан полковником Шреддером в дивизионный суд. Из арестантского отделения дивизионного суда он только вчера ночью был переведен на гаупт-вахту, где и находился под стражей. Одновременно в полковую канцелярию была передана до невозможности запутанная бумага из дивизионного суда, в которой указывалось, что в данном случае дело идет не о бунте, так как вольно определяющиеся не обязаны чистить отхожие места, но тем не менее в этом усматривается нарушение дисциплины, каковой проступок может быть искуплен им примерной службой на фронте. Ввиду всего этого обвиняемый вольно определяющийся Марек опять отсылается в свой полк, а следствие о нарушении дисциплины приостанавливается до конца войны и будет возобновлено в случае нового проступка вольно определяющегося Марека. Предстояло еще одно дело. Одновременно с вольно определяющимся Мареком из арестантского дивизионного суда был переведен на гаупт-вахту самозванец, взводный Тевелес, который недавно появился в полку, куда был послан из Загребской больницы. Он имел большую серебряную медаль, нашивки вольно определяющегося и три звездочки. Он рассказывал о геройских подвигах шестой маршевой роты в Сербии и о том, что от всей роты остался он один. Следствием было установлено, что с шестой маршевой ротой в начале войны действительно отправился какой-то Тевелес, который, однако, не имел прав вольно определяющегося. Была затребована справка от бригады, к которой во время бегства из Белграда 2 декабря 1914 года была прикомандирована шестая маршевая рота и было установлено, что в списке представленных к награде и награжденных серебряными медалями никакого Тевелеса не было. Был ли, однако, рядовой Тевелес во время белградского похода произведен во взводные, выяснить не удалось, ввиду того, что вся шестая маршевая рота вместе со всеми своими офицерами после битвы у церкви святого Саввы в Белграде пропала без вести. В дивизионном суде Тевелес оправдывался тем, что действительно ему была обещана большая серебряная медаль, и что поэтому он купил ее у одного босняка. Что же касается нашивок вольно определяющегося, то их он себе пришил в пьяном виде, а продолжал носить, потому что был пьян постоянно, ибо организм его слабел от дизентерии. Открыв собрание, прежде чем приступить к обсуждению этих двух вопросов, полковник Шредер указал, что перед отъездом, который уже не за горами, следует почаще встречаться. Из бригады ему сообщили, что ждут приказов от дивизии. Солдаты должны быть на готове, и ротные командиры обязаны бдительно следить за тем, чтобы никто не отлучался. Затем он еще раз повторил все, о чем говорил вчера, опять сделал обзор военных событий и напомнил, что ничего не должно сломить боевой дух армии и отвагу. На столе перед ним была прикреплена карта театра военных действий с флажками на булавках, но флажки были опрокинуты, и фронты передвинулись. Вытащенные булавки с флажками валялись под столом. Весь театр военных действий ночью до неузнаваемости разворотил код, которого держали в полковой канцелярии писаря. Код нагадил на австро-венгерский фронт и хотел было зарыть кучку, но повалил флажки и размазал кал по всем позициям, оросил фронтоны и предместные укрепления и запакостил армейские корпуса. Полковник Шредер был очень близорук. Офицеры маршалового батальона с интересом следили за тем, как палец полковника Шредера приближался к этим кучкам. «Путь на бук, господа!» «Лежит через соколь!» — изрек полковник с видом прорицателя и продвинул по памяти указательный палец к Карпатам, но при этом влез в одну из тех кучек, с помощью которых кот старался сделать рельефной карту Театра военных действий. «Это что такое, господа?» — с удивлением обратился он к офицерам, когда что-то прилипло к его пальцу. «По всей вероятности, кошачий кал, господин полковник», — очень вежливо сказал за всех капитан Сагнер. Полковник Шредер ринулся в соседнюю канцелярию, откуда послышались громовые проклятия и ужасные угрозы, что он заставит всю канцелярию вылезать языком, оставленные котом следы. Допрос был краток. Выяснилось, что кота две недели тому назад притащил в канцелярию младший писарь Цвибельфиш. По выяснению дела, Цвибельфиш собрал свои манатки, а старший писарь отвел его на гауптвахту и посадил впредь до дальнейших распоряжений господина полковника. Этим, собственно, совещание и закончилось. Вернувшись к офицерам, весь красный от злости, полковник Шредер забыл, что следовало еще потолковать о судьбе вольно определяющегося Марека и лжевзводного Тевелеса. — Прошу господ офицеров быть готовыми и ждать моих дальнейших приказаний и инструкций, — коротко сказал он. Так и остались под стражей на гауптвахте вольно определяющийся и Тевелес. И когда позднее к ним присоединился Цвибельфиш, они могли составить марьяж, а после марьяжа стали приставать к своим караульным с требованием, чтобы те выловили всех блох из тюфяков. Потом к ним сунули ефрейтора Пероутку из 13-й маршевой роты. Вчера, когда распространился по лагерю слух, что отправляются на позиции, Пероутка исчез. И утром был найден патрулем в Бруке у Белой Розы. Он оправдывался тем, что хотел перед отъездом посмотреть знаменитый стекольный завод графа Гарраха у Брука, а на обратном пути заблудился и только утром, совершенно изможденный, добрел до Белой Розы. В действительности же он спал с розочкой из Белой Розы. Ситуация по-прежнему осталась неясной, поедут они или не поедут. Швейк по телефону в канцелярии 11-й маршевой роты выслушал самые разнообразные мнения, пессимистические и оптимистические. 12-я маршевая рота телефонировала, будто кто-то из канцелярии слышал, что предварительно будут производиться упражнения в стрельбе по движущейся мишени, и что поедут потом. Этого оптимистического взгляда не разделяла 13-я маршевая рота, которая телефонировала, что из города вернулся капрал Гавлик, слышавший от одного железнодорожного служащего, будто на станцию уже поданы вагоны. Ванек вырвал у Швейка трубку и в ярости закричал, что железнодорожники ни хрена не знают, и что он сам только что пришел из полковой канцелярии. Швейк с истинным удовольствием дежурил у телефона и на вопросы «Что нового?» отвечал, что «Ничего определенного пока неизвестно». Так он ответил и на вопрос поручика Лукши. «Что у вас нового?» «Ничего определенного пока неизвестно, господин обер-лейтенант», стереотипно ответил Швейк. «Осел! Повесьте трубку!» Потом пришло несколько телефонограмм, которые Швейк после всяческих недоразумений наконец принял. В первую очередь ту, которую ему не могли продиктовать ночью из-за того, что он уснул, не повесив трубку. Телефонограмма эта касалась списка тех, кому была сделана и кому не была сделана противотифозная прививка. Потом Швейк принял запоздавшую телефонограмму о консервах. Вопрос этот был уже выяснен вчера. Затем поступила телефонограмма всем батальонам, ротам и подразделениям полка. Копия телефонограммы бригады номер 75692. Приказ по бригаде номер 172. При отчетности о хозяйстве полевых кухонь следует при наименовании нужных продуктов придерживаться ниже следующего порядка. Единица — мясо, двойка — консервы, тройка — овощи свежие, четверка — овощи сушеные, пятерка — рис, шестерка — макароны, семерка — крупа, восьмерка — картофель. Вместо прежнего порядка четверка — сушеные овощи, пятерка — свежие овощи. Когда Швейк прочел все это старшему писарю, Ванек торжественно заявил, что подобные телефонограммы кидают в нужник. Какой-нибудь болван из штаба армии придумал, а потом это идет по всем дивизиям, бригадам, полкам. Затем Швейк принял еще одну телефонограмму. Ее продиктовали так быстро, что он успел лишь записать в блокноте что-то вроде шифра. Бессмысленный набор немецких слов. — Все это лишнее, — сказал Ванек, после того, как Швейк страшно удивился тому, что он написал, и трижды вслух прочел все. — Да одна ерунда, хотя черт их знает. Может быть, это шифрованная телефонограмма? — У нас нет в роте шифровального отделения. — Это также можно выбросить. — Я тоже так полагаю, — сказал Швейк. — Если я объявлю господину обер-лейтенанту весь этот набор бессмысленных слов, он еще обидится, пожалуй. — Попадаются, скажу я вам, такие недотроги, что прямо ужас, — продолжал Швейк, вновь погружаясь в воспоминания. — Ехал я однажды на трамвае, свысочен в Прагу, и в Либине подсел к нам некто Новотный. Как только я его узнал, я пошел к нему на площадку и завел разговор о том, что мы, дескать, земляки, оба из Дражева, а он на меня разорался, чтобы я к нему не приставал. Он якобы меня не знает. Но я стал ему все объяснять, что он припомнил, как я еще маленьким мальчиком ходил к нему с матерью, которую звали Антония, а отца звали Прокоп, и был он стражником в имении. Но он и после этого не хотел признаться, что мы знакомы. Так я ему привел в доказательство еще более подробные сведения, рассказал, что в Дражеве было двое Новотных — Тонда и Иосиф, и он как раз тот Иосиф. И мне из Дражева о нем писали, что он застрелил свою жену за то, что она бронила его за пьянство. Тут он как замахнется на меня, а я увернулся, и он разбил большое стекло на передней площадке перед вагоновожатым. Ну, высадили нас и отвели, а в комиссариате выяснилось, что он потому так щепетилен, что его звали вовсе не Иосиф Новотный, а Эдуард Дуброва. И был он из Монтгомери в Америке, а сюда приехал навестить родственников. Телефонный звонок прервал рассказ Швейка, и чей-то хриплый голос из пулеметной команды опять спросил, поедут ли. Об этом будто бы с утра идет совещание у господина полковника. В дверях показался бледный, как полотно, кадет Биглер, самый большой дурак в роте, потому что в учебной команде, вольно определяющихся, он старался отличиться своими познаниями. Он кивнул Ванеку, чтобы тот вышел в коридор. Там они имели продолжительный разговор. Вернувшись, Ванек презрительно ухмыльнулся. — Вот осел! — воскликнул он, обращаясь к Швейку. — Нечего сказать, экземплярчик у нас в маршевой роте. Он тоже был на совещании. Напоследок, при расставании, господин обер-лейтенант распорядился, чтобы взводные произвели осмотр винтовок со всей строгостью. А Биглер пришел спросить меня, должен ли он дать распоряжение связать жлабыка за то, что тот вычистил винтовку керосином. Ванек разгорячился. — О такой глупости спрашивает, хотя знает, что едут на позиции. — Господин обер-лейтенант вчера правильно сделал, что велел отвязать своего денщика. Я этому щенку сказал, чтобы он постерегся ожесточать солдат. — Раз уж мы заговорили о денщике, — сказал Швейк, — вы кого-нибудь подыскали для господина обер-лейтенанта? — Будьте благоразумнее, — ответил Ванек. — Времени хватит. — Между прочим, я думаю, что господин обер-лейтенант привыкнет к Баллоуну. Баллоун разок-другой еще что-нибудь у него слопает, а потом это пройдет, когда попадем на фронт. Там, скорее всего, ни тому, ни другому жрать будет нечего. — Когда я ему скажу, что Баллоун остался, он ничего не сможет поделать. Это моя забота. Господина обер-лейтенанта это не касается. Главное — не торопиться. Ванек опять лег на свою койку и попросил. — Швейк, расскажите мне какой-нибудь анекдот из вашей жизни. — Можно, — ответил Швейк. — Только я боюсь, что опять кто-нибудь позвонит. — Так выключите телефон, отвинтите провод или снимите трубку. — Ладно, — сказал Швейк, снимая трубку. — Я вам расскажу один случай, подходящий к нашему положению. Только тогда вместо настоящей войны были маневры, а паника началась точь-в-точь такая же, как сегодня. Мы тоже не знали, когда выступим из казарм. — Служил со мной Шиц Споржича, хороший парень, только набожный и робкий. Он представлял себе, что маневры — это что-то ужасное, и что люди на них падают от жажды, а санитары подбирают их, как опавшие плоды. Поэтому он пил про запас. А когда мы выступили из казарм на маневры и пришли к Мнишику, то сказал, — Я этого не выдержу, ребята, только Господь Бог меня может спасти. Потом мы пришли их горжовицам, и там на два дня сделали привал, потому что из-за какой-то ошибки мы так быстро шли вперед, что чуть было вместе с остальными полками, которые шли с нами по флангам, не захватили весь неприятельский штаб. И осрамились бы, потому что нашему корпусу полагалось прасать, а противнику выиграть. У них там находился какой-то эрцгерцогишка-замухрышка. Шиц устроил такую штуку, когда мы разбили лагерь. Он собрался и пошел в деревню за горжовицами кое-что себе купить, и к обеду возвращался в лагерь. Жарко было. К тому же выпил он тоже здорово. И тут увидел он при дороге столб, а на столбе был ящик, а в нем под стеклом совсем маленькая статуя святого Яна Непомуцкого. Помолился он святому Яну и говорит, — Вот чай жарко тебе. Не мешало бы тебе чего-нибудь выпить. На самом-то тысан цепеки. Чай все время потеешь? Взболтал походную фляжку, выпил и говорит, — Оставил я и тебе глоток, святой Ян, из Непомук. Потом спохватился, вылокал все, и святому Яну из Непомук ничего не осталось. — Иисус Мария! — воскликнул он. — Святой Ян из Непомук! Ты это мне должен простить! Я тебя за это вознагражу! Я возьму тебя с собой в лагерь и так тебя напою, что ты на ногах стоять не сможешь. И добрый Шиц из жалости к святому Яну из Непомук разбил стекло, вытащил статуйку святого, сунул под гимнастерку и отнес в лагерь. Потом святой Ян Непомукский вместе с ним спал на соломе. Шиц носил его с собой во время походов в Ранце, и всегда ему страшно везло в карт. Где не сделаем привал, он всегда выигрывал, пока не пришли мы в Прахинска. Квартировали мы в Драгенисах, и он в конец продулся. Утром, когда мы выступили в поход, на грушей у дороги висел в петле святой Ян Непомукский. Вот вам и анекдот. Ну, а теперь повешу трубку. И телефон снова начал вбирать в себя судороги нервной жизни лагеря. Гармония покоя была здесь нарушена. В это самое время поручик Лукаш изучал в своей комнате только что переданный ему из штаба полка шифр с руководством, как его расшифровать. И одновременно тайный шифрованный приказ о направлении, по которому маршевый батальон должен был двигаться к границам Галиции. Первый этап 72-17, 12-38, 475, 21-21, 35 Мошен 89-22, 375, 72-82, РАП 44-32, 12-38, 72-17, 375, 89-22, 35 Коморно 72-82, 92-99, 310, 375, 78-81, 298, 475, 79-79, Будапешт Расшифровывая эти цифры, поручик Лукаш вздохнул.